Всем привет! Меня зовут Юлия Джеймс и вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было?». В нем мы обычно говорим о вторжении России в Украину и его последствиях. Россия вывозит украинских детей из оккупированных территорий. Украина считает эти действия насильственной депортации геноцидом. Особое внимание детям, вывезенным с Донбасса, уделяет Следственный комитет России. Его глава Александр Бастрыкин привозит в детские дома, где содержатся украинские дети, гуманитарную помощь и подарки. Также ведомственные кадетские корпуса охотно принимают детей из Донецка и Луганска. Журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова поговорила с несколькими украинскими детьми, которые учатся в кадетских корпусах СК и смогла узнать, чему их там учат и как им там живется. Анна, здравствуйте, спасибо вам большое, что присоединились к нам. Здравствуйте, спасибо большое, что позвали. Анна, как получилось, что украинских детей готовят стать российскими следователями? Я думаю, мы попробуем ответить на этот вопрос сегодня в нашем разговоре. О том, что дети из оккупированных территорий как-то привлекли внимание Следственного комитета, мы узнали после того, как к нам пришли ребята из проекта «Кидмэппинг». Они занимаются тем, что они отслеживают любые упоминания о вывезенных детях и наносят вот эту информацию на карту. И они обратили внимание на то, что сотрудники Следственного комитета, следователи в самых разных регионах навещали эти группы детей. Причем группы были самые разные, то есть это были и совсем маленькие дети, и школьники. И среди них, как я понимаю, значительная доля была именно дети, которые остались без попечения родителей. И, в общем-то, обратили внимание на то, что в разговоре с этими детьми сотрудники Следственного комитета в том числе упоминают свои ведомственные учреждения и говорят о том, что есть возможность там поучиться. И когда мы об этом узнали, нам, конечно же, стало интересно понять, отправились ли какие-то дети учиться как раз в кадетские корпуса Следственного комитета. И мы стали искать этих детей. Конечно, большой вопрос — станут ли эти дети в итоге следователями? Потому что сейчас они получают такое начальное образование, то есть проходят такую начальную подготовку к государственной службе. Но, так или иначе, выбор стать следователем, то есть поступить в Академию Следственного комитета, у этих детей появятся, и шансы на то, что они поступят, довольно велики, потому что, я так понимаю, тот, кто отучился в кадетских корпусах Следственного комитета, имеют какие-то привилегии при поступлении, то есть им начисляются дополнительные баллы. Давайте, пожалуйста, поговорим о том, что же это за учебные заведения такие и как детям там живется. Эти учебные заведения в каком-то смысле похожи на обычные школы, потому что если мы откроем их расписание, их учебный план, мы увидим все те же общеобразовательные предметы, но есть и отличия. Первое отличие — это какие-то дополнительные факультативы, дополнительные предметы, которых нет в обычных школах. Ну, вот, например, один из наших героев рассказывал, что он на уроке под названием «Будь готов к защите Родины», учился собирать и разбирать автоматы. Плюс... А сколько лет? Это был девятиклассник. К тому же дети начинают изучать основы правовой деятельности. Я так понимаю, что после девятого класса кадетов вводят в разные учреждения, связанные со Следственным комитетом. Может быть, они смотрят на то, как работают следователи. Вот, еще интересная деталь, что, например, ребята из московского кадетского корпуса начали изучать китайский. И вот у них китайский язык, если я не ошибаюсь, два раза в неделю. Как интересно. Но еще одно отличие — это, конечно же, режим дня и какой-то образ жизни, который ведут эти дети. И здесь, конечно, все сильно отличается от обычных школ. Надо понимать, что дети живут в казарменном режиме. Это значит, что несколько человек в одной комнате, строгий подъем, отбой, очень такое фиксированное расписание дня. То есть обед в определенное время, ужин в определенное время, уроки они делают во время самоподготовки. Потом выделяется там несколько свободных часов. Еще, наверное, что отличает кадетов от современных других подростков из обычных школ — это возможность пользоваться мобильным телефоном всего. Там один мальчик рассказывал 15 минут в день. То есть я думаю, для детей из Донбасса это как бы было особое испытание, потому что дети, например, из Подмосковья, которые учились в Московском кадетском корпусе, все-таки по выходным могли отправляться домой, к родным. А вот у ребят из Донецкой области, например, была возможность созваниваться по видеосвязи как раз в эти отведенные часы или с субботы на воскресенье. Ну, также как бы марширование на плацу, форма, которую нужно носить. Там нужно было научиться прикреплять погоны. В общем, довольно специфический образ жизни, я бы сказала. Такой полувоенный. Как дети, с которыми вам удалось поговорить, попали в так называемые кадетские корпуса Следственного комитета? На самом деле нам было очень важно выяснить как раз, как происходил набор, потому что сейчас вообще тема вывоза детей внимания очень многих международных правозащитных организаций и журналистов. И такое впечатление, что всегда мы слышим какие-то разные, ну, не знаю, разные версии как-то происходят. Некоторые из них вообще звучат как детей украли, я не знаю, перевезли без ведома родных. Вот, поэтому для нас как бы было принципиально выяснить, как это происходило. И вот дети, с которыми мы пообщались, описывают примерно одну и ту же процедуру, что где-то в июле им позвонили кому-то из школы, кому-то... В июле 22-го года, правильно? Да, в июле 22-го года, всё верно. Кому-то из школы, кому-то из органов опеки, детям, у которых есть статус сирот, и сказали, что у них есть возможность отправиться на учёбу в Москву, Волгоград или Санкт-Петербург. Для этого им нужно в очень быстрые сроки собрать необходимый пакет документов и, в общем-то, принять решение здесь и сейчас. И вот все герои, с которыми мы общались, говорят, что у них было буквально несколько часов на то, чтобы решить, да или нет, и потом один-два дня, чтобы с утра до вечера пройтись по всем инстанциям и собрать какие-то медицинские справки, составить личное дело, какие-то школьные достижения найти. Но никто из этих детей не писал никаких сочинений, они не сдавали экзаменов, они просто отправили эти документы и ждали результатов. Причём у многих этих детей, насколько я помню, у них есть родственники, да, в Донецке, в Луганске. То, что они без попечения родителей, не значит, что у них там нет вообще родственников. Да, это так. Ваши два главных героя. Расскажите о давлении от родственников поступить в эти кадетские корпуса. Да, такое впечатление, что, конечно, это решение девятиклассник или восьмиклассник не мог принять совершенно автономно, но мне показалось, что мальчики, которые воспитывались, например, только бабушкой или только дедушкой, вот они так или иначе остались наедине с этим решением, потому что их опекуны тоже не хотели навредить. То есть, да, им тоже казалось, что это шанс, который даётся раз в жизни, и поэтому как будто бы с их стороны было бы эгоистично сказать «нет, оставайся дома». Вот, и поэтому оба вот мальчика сказали, что они как будто бы прикинули вот перспективы и решили, что в данный момент для них лично это лучшее решение. Вот опять же мальчики, да, вы говорите о близнецах, напомните мне их имена, Никита и... В тексте это Никита и Денис, но мы изменяли имена всех несовершеннолетних собеседников, да. Никита и Денис, они сами из Донецка, то есть, ну, мы представляем жизнь сейчас в Донецке, вот там и обстрелы, и прочее, то есть, понятно, что они много-много лет жили вот в такой обстановке, и, конечно, их желание, возможно, выбраться из вот этой вот предфронтовой зоны, понятно. Да, ещё кто-то говорил о том, что в последнее время был дистанционный режим обучения, и тоже все как будто бы от этого устали, и возможность поехать в кадетский корпус Следственного комитета, это был как бы такой шанс получить нормальное школьное образование. И вот одна из родительниц, с которыми мы поговорили, сказала, что для неё именно это было главным аргументом, то есть её не так сильно интересовал вопрос профессии, но несмотря на это, её ребёнок всё равно, как она говорит, упирался и только под давлением сдался, и отправился учиться в Волгоград, но, к сожалению, матери спустя год он всё-таки забрал оттуда документы, потому что среда оказалась для него слишком стрессовой, и он не смог продолжить там обучение. Вот эти домашние дети, по сути, которые живут бабушками, тётями, попадают в такую почти казарменную обстановку. Как им там живётся? Им нравится такой распорядок дня? Все вспоминают про первый месяц жизни в кадетском корпусе. Все говорят, что тяжелее всего было привыкнуть даже не к тому, что теперь есть дисциплина, теперь есть строгое расписание, новые преподаватели, а к тому, что все они оказались далеко от дома, никто из них не разлучался на такой большой срок с родными. И все говорят, что очень сильно скучали, но пытались привыкнуть, пытались найти среди одноклассников каких-то новых друзей, планировали, наверное, в том числе какой-то свой визит домой. Один мальчик говорит, что когда он засыпал, он всё время прокручивал одну и ту же мысль, когда же он поедет домой. То есть когда пройдёт время, закончится четверть, и он сможет отправиться во время каникул к своим родным. Но я так понимаю, что адаптация у большинства из них прошла довольно легко в итоге. И, в общем-то, они говорят, что они жили, как и другие ребята, их одноклассники. То есть у них не было каких-то больших проблем, например, с тем, чтобы наладить отношения. Мне ещё было интересно узнать, распределялись ли как-то эти классы внутри по группам. То есть было ли такое, что, например, дети из Донецкой и Луганской областей общались между собой, а другие дети как-то по-своему. Но все они сказали, что нет, и что конфликты и были, но они не были связаны с тем, откуда приехал ребёнок. Вы немножко вскользь уже упомянули об этом, но давайте теперь поподробнее о том, чему детей учат, в кадетских корпусах. И особенно мне интересны вот их внеклассные активности. Когда говоришь с ребёнком о том, чему он учился во время вот этого первого учебного года в кадетском корпусе, они не говорят ни о чём таком особом. То есть такое впечатление, что вот все эти внеклассные, военизированные активности, на которые мы обращаем внимание, для них это такой как бы фоновый режим, для них это такая данность. И они говорят, да, безусловно, патриотическое воспитание это важно для кадетов. Они говорят, да, каждую неделю мы начинаем с того, что мы поём гимн, и если я правильно помню, поднимается флаг России. И вот один мальчик рассказал, что в первое время, конечно же, он не знал слов, и ему пришлось учить гимн, но он говорит, что для него это не было проблемой. Я быстро выучил. Ещё один ребёнок из Волгоградского кадетского корпуса, ну, он маме рассказывал, маме нам, что сложнее всего ему удалось изучение истории России. И вот тут мне тоже было любопытно наблюдать за тем, как сами родители описывают весь этот контекст. И они тоже к этому относятся как к данности. То есть мама сказала, ну, вы поймите, только недавно же мы вошли в состав России. Поэтому вот так получилось, что у ребёнка не было истории России в классе, вот только мировую он изучал. Вот. Я уже говорила, что да, дети маршируют, дети регулярно включаются в какие-то внеклассные мероприятия, связанные с войнами вообще. То есть если вот так вот взять программу одного из этих кадетских корпусов, можно увидеть, что регулярно вот таким потоком идут видеоконференции на разные военные темы. Чеченская война, герои Афгана, Великая Отечественная война. Все вот эти даты, 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 они разложены по войнам. Ну и, конечно, в последнее время там появились какие-то мероприятия, связанные с, как это описано в программе, героями специальной военной операции. И дети, которые учатся в таких кадетских корпусах, например, участвуют в сборе гуманитарной помощи для военных, там, каких-то гигиенических средств, продуктов. Некоторые кадетские корпуса, я видела, приезжали в госпитали, где проходят реабилитацию военнослужащие, вернувшиеся из Украины. А вот, например, пансион-воспитанец Следственного комитета в конце года сформировал трудовые отряды и девушки. В том числе и украинские подростки. Мы предполагаем, что в том числе и украинские подростки, потому что в случае с пансионом-воспитанниц мы не знаем, сколько именно там оказалось детей из Донецкой и Луганской областей, но так или иначе их одноклассники или девушки, которые учились с ним в одной параллели, в составе этих трудовых отрядов отправлялись в, по-моему, это был госпиталь или это санаторий, где оказывают медицинскую помощь именно ветеранам войн, в том числе тем, кто вернулся из Украины. И что они там делали? В этом госпитале или пансионате? Я так понимаю, что это были какие-то такие основы медсестринского дела. Вообще, конечно, сложность работы над этим материалом была в том, что, к сожалению, любые представители этих учебных заведений, представители вообще Следственного комитета, очевидно, не пошли с нами на контакт. И несмотря на то, что они очень активно рассказывают о том, как они помогают донбасским детям, и как они дают им профессию, как они дают им будущее, подробности всего этого процесса. У себя на сайте, да, и в соцсетях, да? У себя на сайте, и в социальных сетях, и в каких-то своих ведомственных пресс-материалах, например, печатные издания Следственного комитета. Но рассказать подробнее об этом влаге, да, как они говорят, они не готовы, и мы были бы рады узнать, что именно, да, входит в практику в этих трудовых отрядах. Но в какой-то момент и дети перестали выходить на контакт, и говорили, что они не могут сказать ничего без согласования с руководством, а как сказал один из преподавателей, «Ну, вы можете попробовать, но они на каникулах, и поэтому, мол, шансов у вас нет». Мы пробовали, безусловно. К сожалению, достучаться до той стороны было довольно тяжело, и все, что мы смогли, это получить как бы два довольно емких комментария от воспитателей. Но и они, конечно же, отметили, что без согласования с руководством они не могут говорить о работе с донбасским людьми. В вашей статье есть эпизод, где украинские дети попали в сауну с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Как так получилось? Да. Мы обратили внимание, просматривая страницы ВКонтакте разных детей, с которыми мы общались, с которыми пытались выйти на связь, на то, что дети, кажется, приезжали в интеграционный лагерь Марии Львовой-Беловой, который она вместе со своей командой придумала вот летом прошлого года. Это такой лагерь, куда приезжают дети с оккупированных территорий на несколько недель, как бы пройти реабилитацию после всего увиденного. В этом лагере с детьми работают в том числе психологи, у них там есть разные, не знаю, аниматоры, какие-то активности, связанные с профориентацией. Я была знакома с этим лагерем, потому что мы с коллегой весной готовили большой профайл о Марии Львовой-Беловой, и там отдельная часть была вот этой программе интеграции посвящена. И, в общем-то, на фотографиях детей-кадетов заметила пресс-волы этого лагеря и увидела, что дети фотографировались с Бастрыкиным на фоне логотипа вот «Послезавтра», так называются эти смены. И я поняла, что я нигде не видела каких-либо упоминаний о том, что Бастрыкин туда приезжал. И меня заинтересовало, что это было. И в разговоре с детьми, которые приезжали на эти смены... С украинскими детьми. С украинскими детьми. Я, в общем-то, задала им вопрос, была ли это какая-то полноценная смена, вот как всех остальных детей привозили там на две недели, или это было какое-то отдельное мероприятие. И они рассказали, что они приезжали в этот лагерь, он находится где-то в Подмосковье, на несколько дней по случаю праздника 23 февраля. То есть именно кадетам, которые приехали из Донецкой области, организовали такую поездку. И там их навестил Бастрыкин. И по словам вот двух мальчиков, которые находились там, провел с ними полноценно почти весь день. Это была довольно неформальная, как мы уже знаем, встреча. То есть они пили чай, разговаривали с ним в холле об образовании, вот в рамках вот этих ведомственных учреждений Следственного комитета, говорили в целом о жизни, о том, как ставить цели. Видимо, проводили какое-то время в целом на территории вот этого пансионата и в том числе плавали в бассейне и парились в сауне. Вот в таком формате мне об этом рассказали дети. Все, что они говорили, кроме, это только то, что им было удивительно, что человек с таким статусом был настолько прост в общении, был настолько как бы доступен. И как сказал один мальчик, Бастрыкин произвел на него очень влиятельное впечатление. И там также упоминание есть, что у Александра Бастрыкина есть своя личная баня, куда тоже иногда ходят кадеты. Это не так. Немножко иначе. В разговоре с героем, который в тексте значится под именем Никита, вот это как раз мальчик, у которого есть брат-близнец, и они из Донецка отправились вместе в кадетский корпус к Москве, вот в разговоре с ним выяснилось, что конкретно этого мальчика есть друг, полковник, который тоже работает в структурах Следственного комитета, и вот у него тоже есть какой-то свой дом, и там тоже есть бассейн, и вот Никита сказал, как жаль, что я заболела, не смог быть на встречу с Бастрыкиным, а у них там вообще-то был бассейн и сауна, и он говорит, это вообще для меня престиж, это вот цитата, но да, у моего друга Дмитрия Борисовича тоже есть бассейн и баня, и это очень классно, и вот когда я там впервые побывал, было невероятно запоминающееся, и так далее, вот, то есть мы это упомянули, чтобы показать, что дети, которые оказываются вдали от своих родных, как бы пытаются найти в своем окружении каких-то других значимых для себя взрослых, они как-то невероятно ценят заботу, которую они как бы ощущают на себе со стороны этих взрослых, и для меня на самом деле это такая очень неоднозначная история о границах и о субординации, о дистанции, и мы нашли вообще-то с большим трудом контакты этого полковника Дмитрия Борисовича, который в следственном комитете, как мы узнали, занимается иностранными делегациями, и попытались с ним поговорить о помощи донбасским детям и о том, как он в этом участвует, потому что он не является сотрудником кадетских корпусов, но он сказал, что у него нет никаких полномочий об этом говорить внезапно, да, и просто поблагодарил нас за внимание, как он сказал, к нашим кадетам, и потом мы узнали уже, что этот же человек, например, организовал детям с Донбасса поездку в Крым, и они вот недавно отдыхали в каком-то санатории, который тоже принадлежит Следственному комитету, этот же человек регулярно встречается с кадетом Никитой, он организовал ему поход в больницу, о чем тоже мальчик вспоминает о каком-то невероятном сюрпризе, и если честно, мне довольно грустно было слышать эту историю, потому что мы знаем, что бабушка Никиты и Дениса, которая, в общем-то, отправляла их в кадетский корпус, она умерла, и умерла прямо во время новогодних каникул, когда приехала навестить мальчиков, мальчики говорят, что она не пережила дороги, вот, и получается, что очень близкий человек, который воспитывал Никиту, его больше нет, и теперь Никита говорит, что вот полковник Следственного комитета общается с ним так хорошо, что они уже, как он говорит, почти родные люди. Давайте поговорим еще о родных людях, как часто этим детям удается увидеться с родственниками? Я так понимаю, что незначительная группа детей все-таки не потеряла вот этот контакт, потому что родителям или родственникам удалось переехать куда-то поближе к детям. Например, мальчик рассказывал один из героев нашего текста, что его иногда на увольнение забирала мама-одноклассника, тоже из Донецкой области, которая получила место в ПВР где-то в Подмосковье, вот именно на тот период, когда мальчик находился в кадетском корпусе. Пункт временного размещения. Да, пункт временного размещения, где вот обычно живут беженцы. Но большинство ребят рассказывают, что виделись с родными только в время каникул, когда сопровождающий отвозил их назад домой, ну и соответственно... То есть летних каникул или летних и зимних? Нет, и летние, и зимние, но кому-то из родных удавалось вот доехать до кадетских корпусов. Например, к дому из наших героев приезжал дедушка, и мне почему-то была иллюзия, что как будто бы следственный комитет мог бы там помочь дедушке снять какое-то жилье или помочь с дорогой. Я спросила, но мальчик сказал, нет-нет-нет, мы все делали сами, вот просто дедушка решился, оплатил дорогу, оплатил какую-то гостиницу или съемную квартиру недалеко от корпуса, чтобы у них как бы появилась эта неделя, когда они могли вместе провести время. Чего хотят эти дети в будущем? Они действительно хотят остаться в России и работать по специальности, то есть следователями? Или они наоборот мечтают вернуться домой? Я думаю, что большинство из детей пока совершенно не понимают, чего они хотят. И отвечая на этот вопрос, они как будто бы мечтают прямо в процессе ответа на этот вопрос. То есть один мальчик сказал, что он хотел бы поехать в Санкт-Петербург, потому что он там никогда не был и вообще там красиво. Другой кадет говорит о том, что может быть здорово было бы вернуться домой, но неизвестно, закончится ли к этому моменту война и как, и чем, и сможет ли он туда поехать. Другой кадет говорит, что было бы здорово закрепиться в Москве и очень интересно рассуждает вообще о какой-то жизни в столице. Он наблюдает за людьми в метро, наблюдает за толпами на улице, видит, что, например, какое-то большое количество бездомных и сразу пытается прогнозировать, как же нужно здесь жить, чтобы можно было обеспечить семью, покупать продукты. И вот он говорит, что достаточно просто устроиться на стабильную работу, получать зарплату, и тогда тебе на все хватит, и ты, наверное, сможешь жить тут нормально и обычно. Мол, ничего страшного с тобой в столице не случится, если не произойдет каких-то больших бед. так он рассуждает. Интересно, когда в 2020 году первая группа ребят из Донецкой области отправились в кадетское учреждение Следственного комитета, но это были другие условия, то есть там был другой отбор, там были строки-экзамены, и вот тогда как бы так называемые власти Донецкой области говорили, что это возможность воспитать кадры, то есть подразумевалось, что дети отучатся и вернутся домой, и будут как бы на страже права в Донецкой области, но ребята, с которыми мы поговорили, большинство из них ну как бы не рассматривают такого варианта, то есть они оказались в большом городе, им кажется, что здесь круто построить какую-то свою новую жизнь, и я думаю, что большинство из них будут пытаться это сделать. Для этого текста вы поговорили с адвокатом и международным юристом Ольгой Гнездиловой, вот по мнению Ольги воспитание в кадетских корпусах нельзя назвать образованием, а скорее такой эндоктринацией, то есть внушением идей, не предполагающим критического восприятия. Почему Ольга считает, что такое воспитание нарушает Международную конвенцию о правах ребенка? Ну потому что по Международной конвенции о правах ребенка дети должны воспитываться в уважении к их родным, в уважении к их бэкграунду, к традициям того места, где они родились и где они воспитывались. И такое впечатление, что воспитание в кадетских корпусах не предполагает какого-то альтернативного взгляда, например, на войну, на то, что происходит в оккупированных территориях. и дети принимают это за истину, и у них нет никого рядом с кем они могли бы это обсудить как-то иначе. Я думаю, поэтому вот международные юристы говорят о том, что ценности такого воспитания расходятся с какими-то международными ценностями образования детей, но тут важно отметить, что, конечно, дети никакого давления не чувствуют по отношению к себе. И один из героев материала прочитал текст и ему показалось очень обидным вот именно этот контекст. Он не считает, что... Его права нарушаются. Безусловно, он не считает, что его права нарушаются. Он не считает, что воспитание следователей среди детей, которые приехали с оккупированных территорий, может быть, зачем-то нужно, зачем-то полезно для Следственного комитета. Он говорит, что все дети искренне очень благодарны за тот шанс, который им предоставили. И, в общем-то, я понимаю, что, наверное, прочтение этого текста для него могло быть травматичным и обидным. Да, дети не чувствуют, что что-то идёт не так. и я думаю, что для тех, кто большую часть жизни жил в условиях каких-то боевых действий на своей родной территории, возможно, для них даже важно слышать какую-то поддержку со стороны офицеров, которые тоже выражают радость тому, что якобы этих территорий теперь присоединились и теперь Россия. И этим детям как будто бы важно чувствовать, что они находятся под защитой и что среда, в которой они последние годы провели в Донецкой области или в Луганской области, как бы по настроениям совпадает с тем, что они сейчас чувствуют, находясь в довольно военизированном учебном учреждении. Ну, плюс население Донецкой и Луганской области зачастую пророссийски настроено, поэтому у них не возникает деценанса никакого. Да, это так и есть. Возможно, поэтому. Я так поняла, что вы пытались поговорить и с людьми, которые работают в Академии, и с пресс-службой Следственного комитета, и они никак не ответили на ваши просьбы о комментарии, но вы писали в СК какой-то запрос о том, что их ведомственные образовательные учреждения, возможно, нарушают Международную Конвенцию о правах ребенка, и получили ли вы какой-то ответ? Мы не получили никакого ответа, мы, безусловно, отправляли запрос. Грустно, на самом деле, понимать в настоящих вот наших условиях работы журналистских, что ты не сможешь полноценно показать позицию важной для текста стороны, потому что, к сожалению, с тобой просто не станут говорить, тебе не ответят даже на какие-то формальные вопросы чаще всего. Ну, и у нас случились очень коротенькие диалоги вот с двумя сотрудниками кадетского корпуса в Москве, и они смогли только прокомментировать то, как они видят вновь прибывших детей украинских. Один сказал, что дети обычные, не хуже других. Конечно, главная цель это поступление в Академию Следственного комитета, но, мол, получится не у всех. А другой воспитатель почему-то посчитал нужным сказать, что дети немного невоспитанные и лишены притворства. И вот эта вот деталь на самом деле для меня многое показывает, потому что, я думаю, в каком-то смысле восьмиклассники и девятиклассники, они как чистый лист, и то, как сложится их будущее, во многом будет зависеть от той среды, в которой они сейчас оказались. А как-то вот эти воспитатели объясняют, почему все-таки Следственный комитет России уделяет так много внимания детям с востока Украины? Они не стали отвечать на этот вопрос, но если мы посмотрим на огромное количество этих внутренних материалов, то мы везде увидим любимый слоган, в том числе Марии Львовой Беловой, что чужих детей не бывает, что эти дети теперь, в том числе, будущее России, ну, а Следственный комитет всегда будет рядом. Вот так как раз и называется наш материал. Спасибо вам большое, Анна. Спасибо вам большое за разговор. Это была Анна Рыжкова, вы можете прочитать ее статью под названием Следственный комитет всегда рядом на сайте Верстки. Вы слушали подкаст «Что это было?» Если у вас есть VPN, слушайте нас на сайте bbcrussian.com в соцсетях или скачивайте напрямую в Apple подкастах. Мы также есть на других платформах, в том числе и на YouTube. Наша команда очень благодарна вам за ваши оценки, лайки и комментарии. Не забывайте делиться новыми выпусками с вашими друзьями и родственниками. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Юлия Джеймс. Берегите себя!